привет сегодня у нас вот такая вот большая посылочка сейчас давайте вот так выше подниму посмотрим вот распакуем потом поменяем ракурс и соберем тоже содержимое посылки я пока параллельно расскажу что это и зачем смотрите посылка во первых доставили ее быстро но покупал посылку алиэкспресс но доставили емэсом это как ну редко мне доставляют что-либо емэсом но приехали на такой старой-старой волги она вся в дырках была такая но короче автомобиль из ада вот видать плохи дела в кем с вот они редко мне доставляют посылки емэс но если чаще дейчел не доставляет в мс в основном там укрпочта новая почта вот емэсом редко очень было ну да ладно но посылку уничтожали просто уничтожали смотрите на нее вот вот просто она то ли была вскрыта вот скотчем дополнительно видите она была получается залеплена полностью желтым скотчем ее вскрывали и залепили обычным прозрачным скотчем или я не знаю что с ней творили вот уничтожено как бы я так понимаю они ну просто просто уничтожали вот какой автомобиль приехал в деревню такой вина в хлам вот такая вот и посылка приехала ко мне я не знаю короче это до курьер причем она вскрывалась посылка видите разрезано даже по этому я не знаю то есть если там вообще внутренности тем вещи которые я заказал а заказал я сушилку для вещей она нужна для таких например сушить вещи у кого нету балкона или нету сушилки в ванной давайте посмотрим то есть но это я озвучил для чего она нужна эта сушилка вот и какие скрывали но она на посылке нигде отметки о том что посылка вскрывалась не было вот то есть получается вот это такая вот служба и мс к вниз говняная вообще то есть я но вроде все на месте вот то есть это строится сушилка для людей у кого нету сушилки или балкона вот для них она идеально подойдет вот такой вот смотрите матрасик я такой еще не видел одна спущенная вот еще один матрасик тут половина спущена вот но это прикольно давайте подостаём все чтобы было удобнее рассматривать и потом поменяем ракурс и соберем эту штуку то есть переходничок положили вот такой вот обычный этот никуда не год не годный переходник потому что он не влезет в розетку стандартную розетку евро в общем вот таких много много и инструкция вот так выглядит эта сушилка то есть в нее внутрь повесили вещи включили вот тот вентилятор и он как обогреватель обогревает вещи с суша их вот сейчас попробуем поменять ракурс собрать ее вот сверху здесь одевается то есть это печка так через нее дует воздух снизу он забирает поэтому высокие ножки чтобы снизу воздух заходил на ножках вот такие вот проемы для того чтобы устанавливать его ее на вот эти трубочки сверху устанавливается вот такая вот решетка я так понимаю чтобы не попадал в мусор и капли воды чтобы капли с вещей не попали в двигатель и не уничтожили его то есть вот такая вот защита своеобразная вот она одевается сразу мы ее оденем вот она одевается и должна прокрутиться а в какую сторону прокрутиться она должна нет вот так вот так все вроде бы прокрутили и того такое вот регулировать ка здесь 30 все на китайском я не знаю что это означает вот ну крутил очка крутится она очень жестко это таймер таймер причем механический таймер то есть ты выкрутил время и слышите он заработал ему даже электричество не нужно как то он странно работает в общем будем разбираться немного в пыли итак все таки одна трубочка пострадала вот она смятиной и уже облазит краска ну небольшая конечно но очень обидно за это за державу и непонятно это служба доставки так уничтожала или продавец отправил такую посылку вот это немного изогнута трубочка но неважно ладно вот такие вот у нас 368 8 таких коротеньких 2 вот такие они потолще идут чем купите и 3 9 14 вот таких ну будем пробовать собрать ну и куча вот таких вот треугольников переходничков то есть в них вставляем и собираем эту всю конструкцию вот нашли такие вот четыре ножки и и так нижняя часть у нас и 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 так собрали конструкцию теперь нужно просто одеть на нее чехол вот так это выглядит все красиво и и и и и и Аким и и и и дыр и Сделан из такого материала, как плащевка или не знаю как, сверху вот такие вот дырочки, видно нет, без картинки, синий, сверху надпись Дайшенг, вот, я думаю, что его нужно, ага, и вот снизу вот такая вот дырка для того, чтобы Дайшенг, вот, я думаю, что его нужно, ага, и вот снизу вот такая вот дырка для того, чтобы Дайшенг, вот, я думаю, что его нужно. Дайшенг, вот, я думаю. Опять прокол в моих мучениях, получается дырка, видите, дырку я сделал под рамой, А по инструкции она должна быть над рамой и мы начинаем строить с этого, то есть мы Одеваем над рамой дырочку, потом возводим всю остальную конструкцию и потом уже одеваем, сверху натягиваем чехольчик, я так понимаю. Давайте будем пробовать переделывать. Итого, рама с ножками у нас получилась снаружи, над ней возвышается вот эта вот конструкция уже. Основную раму я прицепил и теперь можно делать вторую раму. Смысл в том, что устанавливая вторую раму, мы можем поднять этот чехол и потом... Опустить его. То есть, для того, когда будете собирать, если вы купите эту штуку, не поленитесь, почитайте инструкцию, откройте для начала. Пока вот здесь я устанавливал, оторвалась одна пластиковая штучка. Она просто приклеена на... Приклеена супер... Ну, просто приклеена была к клею. Ну, давайте дальше собирать. Я справился с задачей, но оказалось, не нажал на запись и не записалась основная верхушка. Ну, в принципе, так. То есть, мы собираем ее ножки снизу, сверху мы собираем ее в чехле и потом просто... Здесь даже есть вот такие вот ниточки. Просто натягиваем чехол. Где? Смотрим поближе. Сверху вот так вот выглядит она. Верхушечка потолок. И вот так вот она выглядит. Снизу, то есть, двигатель, моторчик, все, оно будет установлено снизу на вот эти вот ножки. А вот эта пластиковая штука, которую я говорил, что она от защиты от влаги, да, она от защиты от влаги, но сама она, только она будет заглядывать сюда и дуть. Вот. Как-то внутри здесь у нас шкаф такой можно сжить. Вот. Ну, и давайте попробуем установить уже сам пылесос. Не знаю, как установить камеру, чтобы было видно. Все. Немного нагну вот так. Да, я когда собирал, вот здесь немного порвалось небольшие дырочки. Так, давайте посмотрим, как это теперь выглядит. Вот, смотрит штука эта сама. И вот так она вылетит снизу на ножках. Все можно подключать и тестировать. Другой переходник, вот такой вот. Вы потом узнаете, откуда я его взял. Вот, немного позже. Ну, пока мы возьмем его, потестируем. Итак, ну, врубил розетку. Давайте идти смотреть, что тут у нас ожидает. Включил. Погнал. Очень горячий воздух погнал. Я не знаю, как замерить. У меня здесь с собой нету термометра, но очень горячий. Руку аж обжигает. То есть, ну... По бокам. Да, действительно очень горячий. Я надеюсь, вот здесь такая вот штука еще. Наверное, для того, чтобы не плавилось. Но все работает. И работает. Я вот крутнул его. Таймер получается. Это устанавливается таймер. Мощность одна здесь. И выключается он не на... Вот здесь, не на самый верх, а вот первое отделение, которое есть. То есть, если на самый верх, он тоже включается. Но, наверное, гонит... Ай, все равно гонит горячий воздух. Я думал, может, холодный гонит. Но как-то так. Очень нагрелось. То есть, и переключили на первое отделение. И он выключился. Давайте покажу, как. Вот здесь. То есть, включили. Да, завели там 30 минут, 60 и так далее. И чтобы выключить, вернули вот сюда, на это отделение. А чтобы... Если сюда повернули, то он все равно включается и работает. Причем масла так крепко и печет. Ай-яй-яй. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.